Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня замдиректор Левада-центра Денис Волков. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите в WhatsApp 230-6191. В 2016 году Левада-центр, согласно той информации, которая есть, был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Какова ситуация сейчас и насколько это осложнило работу центра? Ситуация та же самая. Мы остаемся в этом списке. Ну, осложнило, прежде всего, экономически, да, то, что стало сложнее работать с партнерами внутри страны и вне страны, да, то есть дополнительные какие-то ограничения, дополнительные требования к отчетности. Например, мы не можем опубликовать данные электоральных исследований во время избирательной кампании, да, вот просто прямые ограничения есть. Но, в принципе, ограничения ведь сегодня и вчера начались, да, не в 2016 году. Поэтому каждый год чуть-чуть посложнее, еще чуть-чуть посложнее. Но в целом пока работаем, работу свою делаем, поэтому сложнее, но работать пока можно. Вот вопрос от нашего радиослушателя Сергея Розы, спрашивая через Фейсбук, ну, вот он как раз упоминает, что Левада-центр является иностранным агентом, точнее признанным. Интересно, какие это дает бонусы? Я вот видел, что для некоторых такой статус является признаком того, что опросам в России можно доверять. Ну, знаете, наверное, если бонус, то для ограниченного числа людей. Хотя, конечно, на фокус-группах, на наших, можно даже слышать такие конспирологические версии, что Левада-центр специально признали иностранным агентом власти, да, чтобы, как бы, как будто мы не работаем на власть, а мы на самом деле работаем, но, в общем, такие, в общем, навороты, на самом деле все проще. Это произошло, поскольку есть такое законодательство, поскольку многие некоммерческие организации, а мы именно в статусе некоммерческой организации работаем, так исторически сложилось. Можно вспомнить эту историю. Вот Мемориал признан иностранным агентом, много кто признан. Иностранными агентами кто-то закрылся, кто-то продолжает работать. Ну, дело в том, что, поскольку у нас нет одного источника какого-то финансирования, мы работаем по многим договорам, делаем исследования, поэтому мы не закрылись, мы продолжаем работать. Ну, есть ли возможность как-то снять с вас этот статус? Ну, это очень сложно, на самом деле, потому что закон, опять же, я скорее думаю, нужно изменить, чтобы снять этот статус, поскольку мы продолжаем работать в противограниченном количестве с партнерами из-за рубежа. И в этом случае просто невозможно этот статус снять, поскольку опросы общественного мнения о проведении публикации их результатов приравнены в Россию к политической деятельности. Наш радиослушатель упомянул о доверии. Насколько вообще объективно, на ваш взгляд, сегодня социологические опросы, проводимые в России, отражают настроение жителей России, россиян? Да, это очень хороший вопрос, его часто задают. Мне кажется, тут нужно вести, ставить вопрос чуть по-другому, тут не как люди, могут ли люди отвечать. Да, люди отвечают так, как они считают нужным, и нам важны даже не сами результаты в конкретной точке, а нам нужны длинные ряды, посмотреть, как мнение меняется, меняется, или по многим вопросам оно меняется. И даже в отношении Путина, то есть самые такие чувствительные, политические, имеющие отношение к политике вопросы, они тоже показывают динамику, объяснимую динамику, и это самое главное. Другой вопрос, насколько возможно ставить эти вопросы перед респондентом. То есть что мы видим, что многие социологические центры в России боятся ставить политические вопросы, вопросы о политике, так скажем. Они говорят, нет-нет, только вот этого не спрашивать не будем, потому что мало ли какие проблемы могут за этим последовать. То есть я что хочу сказать, важно, даже не так важно, как имеют ли люди бояться или не бояться, а боятся ли социологи, ставить те или иные вопросы перед респондентами. Вот если нет возможности ставить какие-то острые вопросы, или которые, ну как бы власть, на которые могут же косо посмотреть, вот если этой возможности нет, она скорее сокращается, потому что, ну вот, Левада-центр задает, ЦОМ, ФОМ задает, но опять же, вот из новостей последней недели, прошлой недели ФОМ и ЦОМ не будут публиковать данные электоральных опросов, рейтинги электоральные президентские, да. Ну вот, пожалуйста, два центра ушло, и опять вот только мы теперь будем регулярно публиковать. Вот в чем проблема, а не то, как там люди отвечают. Ну власть в России заинтересована в объективных оценках, в объективных исследованиях общественного мнения. То есть к вам обращаются представители Кремля для того, чтобы знать, что на самом деле происходит, а чтобы им не предоставляли вот эту красивую розовую картинку, которую, возможно, они хотят. Ну, понимаете, власть ведь тоже неоднородна. И, конечно, те, кто профессионально работает с общественным мнением, для них, конечно, важно иметь объективную картину, иметь постоянные опросы. И, собственно, коллеги из государственных центров, я бы сказал, что картину поставляют достаточно полную, просто иногда им приходится еще на такой пиар работать, да, вот, которая не всегда имеет отношение к получению адекватной картины, а еще вот, так сказать, спорные вопросы, да, вот нужно как-то свете осветить. Это тоже бывает, но это непосредственно к исследованию не имеет отношения. И в целом, я думаю, крупные центры дают хорошую картину. Другое дело, что люди во власти, как мне кажется, они так же, как и мы, простые люди, подвержены тем же страхам, тем же каким-то предубеждениям, в том числе по отношению к опросам общества, мнению, что они там не показывают объективную картину. И поэтому нужно какие-то там опросы ФСО, да, то есть доверие к каким-то проверенным, ну, проверенным с точки зрения сотрудников спецслужб каналов. А ведь как раз для получения объективного знания важна методика, открытая методика. Собственно, вот существование нескольких центров, крупных центров изучения общественного мнения, в том числе такого, как Леват-центр, который вот публикует, да, во что бы это ни стало, какие-то вот регулярные опросы, да, это даёт возможность сопоставлять между собой, возможность критиковать методологию. Мы очень много, да, слышим критики в свой адрес. И не со стороны власти, а со стороны там озабоченных групп общественности, что называется. И это всё очень важно. Важна возможность этой критики, открытого обсуждения. Вот и я бы сказал, представители власти не все это понимают, да, и всегда есть соблазн ограничить сначала количество публикуемой информации, затем, возможно, ограничить количество центров, которые работают на этом поле, что как бы иметь только в своих руках вот этот ресурс. Но проблема в том, что если мы постоянно ограничиваем и ограничиваем, то качество этой информации будет неизбежно снижаться. Вот где проблема. Вы читаете в ЦИОМ своим конкурентам, и как вы оцениваете работу государственного, главного государственной социологической организации? Ну, отчасти да, отчасти нет, потому что в ЦИОМ работает, прежде всего, как я понимаю, с крупными государственными заказчиками, крупными государственными агентствами, обеспечивает информацию правительству, Государственную Думу и так далее. Тут, собственно, нас уже давно с этого поля вытеснили, поскольку государство хочет работать со своими. Что касается объективности, я достаточно высоко оцениваю работу государственных центров и ФОМа, и ФЦОМа. Основное отличие, что заказчиком этих данных является государство, и государственные органы решают, что публиковать, а что нет. Мы, в свою очередь, по тем вопросам, которые мы публикуем, мы являемся и производителями, и заказчиками. Мы сами себе ставим исследовательские задачи и можем публиковать, потому что они принадлежат нам. И вот то, что мы можем публиковать опросы на любые темы, и нам, собственно, никто не говорит, вот это публикуйте, это нет. Вот здесь главное отличие. И, ну, то есть, я тоже не знаю, вот это конкуренция и неконкуренция, но, да, действительно, я бы, знаете, что еще здесь сравнил вот этот рынок с, ну, вообще с рынками других услуг в России, да, где огромную часть рынка забирают государственные центры, государственные компании, и всем остальным остается такой относительно небольшой кусочек, где уже начинается и конкуренция уже между не только крупными, но и всеми остальными. Поэтому ситуация не очень простая. Но пока что, собственно, продолжаем работать мы. И, собственно, в России много и других небольших, и даже больших каких-то коммерческих компаний, маркетинговых компаний. Ну, они уже именно в сторону маркетинга, а социальными вопросами, вопросами, связанными с политикой, отношением к людей, к политике, здесь как раз очень ограниченное число центров, которые этого касаются. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефона прямого эфира. Звоните, также звоните из-за рубежа, код плюс 371. У нас сегодня заместитель директора Левада-центра на связи, и у нас есть звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, вы знаете, я не верю лично ни Левада-центру, ни Росстату. Вот у меня вопрос такой. Вот сегодня Росстат опубликовал, что 80% россиян поддерживают изменения в Конституции. Это первый вопрос. Как вы к этому опросу относитесь? И второй вопрос. Вы, наверное, в курсе. Захар Прилепин создал партию за правду. Все кремлевские пропагандисты там. Как вы относитесь к этой партии? Спасибо. Да, спасибо. Ну, вот два вопроса. Вопрос понятен. Первый, что касается поддержки по праву в Конституцию. Я думаю, что это не Росстат, это скорее ВЦОМ. И, на самом деле, я думаю, что большая поддержка, она адекватна. Но тут просто надо понимать, почему. Потому что для большинства людей важны социальные поправки, которые, собственно, и прозвучали в послании президента. А все, что касается изменения с работы государственных органов, это для большинства просто непонятные вещи. А то, что нужно закрепить какие-то социальные вещи в Конституции, ну, кто же будет отказываться? При этом есть наше исследование, которое мы публиковали в пятницу, где половина людей при этом говорит, что мнения разделились. Половина говорит, что это для людей, половина говорит, что это власть для себя. Какие-то поправки вносит. То есть, ну, независимо от того, что там, как люди считают, для кого это делается в первую очередь, я думаю, социальные поправки все, большинство будут поддерживать, потому что это главные проблемы, которые людей волнуют. Людей волнуют рост цен, низкие зарплаты, плохое социальное обеспечение, плохое здравоохранение. Вот, собственно, разговор, поскольку идет об этом, то я думаю, это вполне люди могут поддержать. Второй вопрос был о партии Захара Прилепина. Я думаю, что для большинства это просто пока что неизвестно, непонятно. У большинства людей просто не будет сейчас никакого мнения на этот счет. И для того, чтобы хоть какие-то проценты партии получила, о ней нужно много говорить, много говорить, прежде всего, по телевизору. Если Захар Прилепин получит доступ к телевизору, то у него есть шансы, поскольку, как я понимаю, повестка Захара Прилепина, она такая отчасти несколько националистическая, а отчасти, в большей части даже, это те же самые социальные вопросы, поскольку он все-таки левый, а для левых важный вопрос, связанный с социальным обеспечением. Опять же, это те вопросы, которые людей волнуют, но здесь есть понятный игрок на этом поле, коммунистическая партия прежде всего, я имею в виду КПРФ, и здесь он будет соревноваться с уже имеющимися, и даже не только КПРФ, но и справедливая Россия отчасти. Поэтому непонятно, что будет. Первоначально шансы небольшие, но в целом потенциал у социально-политических вопросов, социальной тематики, он достаточно высокий в России. То есть, можно ли сказать, что, вот говоря о Прилепине, что главным источником все-таки информации для россиян остается телевизор? Для большинства – да. Опять же, прежде всего для людей старше 35 лет, то там телевидение по-прежнему главный источник информации вообще порядка 70% использует, прежде всего, телевидение. Доля интернета постоянно растет. За последние 5 лет она удвоилась, интернет-аудитория, и те, кто получает регулярно информацию о том, что происходит в стране мира по интернету, сегодня составляет порядка 40%. Еще недавно она была 20%, а до этого, собственно, интернет не такую большую историю имеет. Ну, в общем, сегодня 40%, но это прежде всего молодая часть россиян. Но в политическом плане, если мы говорим о политике, о выборах, то важны мнения, прежде всего, старшего поколения. Потому что, например, те, кто вышел на пенсию, уходят голосовать раза в три чаще, чем те, кто учится тут, кто учится. Да, и только-только достиг вот этого возраста, когда можно голосовать. Поэтому мнение пожилых людей в политическом смысле намного важнее. А именно они используют телевидение прежде всего. Поэтому вот для электоральных целей, для целей, когда мы говорим о политических партиях, я думаю, что роль телевизора, она пропорционально важнее, чем роль интернета. Но это пока и ситуация меняется. Перед тем, как уйти на перерыв, спрошу вас, какую роль регионы среди респондентов играют, насколько активно уделяется внимание регионам при составлении опроса и исследований? Ну, наша выборка репрезентативна для населения страны в целом. Поэтому мы по результатам переписи строим наши выборки. И там, соответственно, ну, как бы регионы ту долю имеют выборки пропорционально. Вот свои, ну, сколько людей живет в регионах, да, за пределами столицы, за пределами крупных городовсток. Вот мы так и выборку строим, чтобы каждый человек в России имел примерно, вот, имел одну и ту же вероятность участия в опросе, что и, ну, я не знаю, житель Москвы, например. Каждый должен иметь возможность потенциально поучаствовать в опросе. То есть количество не имеет значения, в большей степени значение имеет выбор корреспондентов? Значит, важнее, прежде всего важно, как построена выборка, да, чтобы обеспечить вот этот случайный характер, чтобы она была распространена на всю территорию, да, чтобы все возраста, люди с разным образованием имели возможность быть опрошены. А количество анкет, ну, важно, статистически, важно иметь хотя бы где-то полтора тысячи, а дальше ошибка уже практически не меняется после вот этой цифры. То есть если вы больше, там, в услуге 6 тысяч опросите, ошибка будет лишь чуть-чуть меньше, чем если вы опрашиваете полтора. Сейчас небольшой перерыв, да. Сделаем, потом продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня замдиректора Левада-центра Денис Волков. И еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, если вы звоните из-за рубежа, код Латвии плюс 3-7-1. Вот недавний опрос, вы также его упоминали, в первой части показал, что 47%, то есть почти половина россиян, уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти. Как вы считаете, почему почти для половины россиян стал так очевиден этот факт? Ну, что-то сложно сказать, да, почему, потому что мы не задавали пока каких-то дополнительных вопросов. Мы хотели просто оценить вот эти две крайние позиции, дали и посмотрели, как люди к этому относятся. Опять же, не было вопросов по поддержке этих инициатив, потому что самих инициатив пока что нет. Я думаю, что в ближайшем будущем мы проведем и опубликуем данные. Но в целом, вот мы видим, что люди не такие дураки. Но опять же, то, что люди считают, что, допустим, власть, Владимир Путин в свою пользу меняет Конституцию, это не значит, что эти люди не будут одобрять этот жест. Опять же, потому что во многом, да, те поправки, которые меняют работу некоторых органов власти, они, ну, как бы идут вместе с социальным пакетом. А социальный пакет, как мне кажется, для россиян, для среднестатистического россиянина, да, намного важнее, чем вот какие-то там политические поправки. И я думаю, что значительное число согласятся с этим поправками. Но опять же, мы еще не проводили, но проведем, посмотрим, так ли это или нет. Но этот опрос был подвержен критике. Вот, в частности, член комитета софета по обороне и безопасности, Клинцевич, он сомневается в подлинности, сказал, что вопрос, который был задан в этом опросе, он подталкивал респондентов к определенному выбору. Вот что можете на это ответить? Ну, я, знаете, считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Та критика, которая звучала, мы тоже видели, да, в пятницу она уже начала публиковаться, я не видел критику от социологов. Да, политтехнологи критиковали, госслужащие критиковали, социологи только не критиковали. Вот я считаю, что дайте социологам проводить работу так, они считают. Мы здесь дали максимально, проинформировали людей, что вот есть разное мнение, да, вот есть такая инициатива. Вот одни думают так, одни думают по-другому. Мы специально не говорили, кто как думает, да, потому что если, там, условно говоря, Владимир Путин думает по одному, а оппозиционный там политик думает по-другому, то, конечно, сразу большая часть будет склоняться просто по определению к точке зрения человека, обладающего властью. Поэтому мы дали две противоположные точки зрения, мы максимально обострили вот этот выбор, да, и дали людям выбрать, что они считают. И на самом деле я был удивлён, я думал, что гораздо меньше будет людей, которые выскажутся, что, мол, вот эта власть для себя делает. Я это как объясняю? Отчасти я объясняю той усталостью, которая скопилась за последние несколько лет в отношении власти. Не обязательно президента, а вот власти в целом, региональной власти, правительства и так далее, чиновников в целом. Да, и вот люди уже готовы по умолчанию предъявить претензии представителю власти, что вот они прежде всего думают о себе. Не о людях, а о себе. Поэтому я бы вот этим объяснял, и здесь бы не искал какого-то подвоха. На самом деле, чем больше различных вопросов мы зададим в отношении вот этих поправок, тем больше, более объёмную картину мы будем иметь. Да, мы вот уже видим другие исследования, которые говорят, что многие за, но как бы одно другому не противоречит. Понимаете, есть разные уровни сознания, разного уровня отношения, понимания того, что происходит, и одно не исключает другое. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей Рига. Да, Сергей. Вопрос к нашему гостю. Они хотели, видит ли он возможным, возможно, у него даже будет желание, интерес, провести этот вопрос на предмет того, может ли глава правительства и президент отменять законы другого государства. Я, например, имею в виду регуляторную гильякину, которую затеял Медведев, отменив законы другого государства. Второй вопрос. И тот же, в принципе, вопрос можно переадресовать по поводу Конституции господину Путину. И второй вопрос. Осознают ли жители Российской Федерации, какое количество русских граждан РСФСР, СССР было оставлено за рубежом, брошено правительством РФ? Благодарю. Всего доброго. Да, спасибо вам. Ну, вот два вопроса. Ну, что касается того, как мы задаем вопросы, да, и как это часто, кстати, возникает. Понимаете, мы внутри себя каждый раз, когда вот ежемесячно мы готовим свои вопросы, мы вместе это обсуждаем. Вместе с коллегами есть общее собрание, где мы обсуждаем, что можно задать, что нельзя, что прежде всего нужно задать сегодня, аж-то нужно оставить на потом. То есть есть такая серьёзная процедура, и это не один человек решает. Даже, допустим, я бы захотел какой-то вопрос задать, но мне его нужно защитить перед коллегами. Поэтому не всё так легко и просто. Что касается по существу вот этих двух тем, которые были затронуты, что касается введений различных, да, это всё достаточно сложно. И многие какие-то хитросплетения люди не очень хорошо понимают. Даже что касается, например, вот два момента в 2018 году. С одной стороны, подняли пенсионный возраст, и это все очень хорошо поняли, потому что на себе очень хорошо ощущают, что это значит. А что касается вопроса, когда поднимали НДС, то здесь совершенно просто не было никакого понимания, что это значит, как это повлияет на рост цен, например, ещё что-то. Здесь вот как раз люди в основном плавают. Поэтому вот все такие вопросы касаются, касательно регуляторных всяких механизмов. Здесь очень надо хорошо подумать, как вопрос задать, чтобы просто человек, не погружённый в эту тему, мог хоть как-то к этому отнестись. Здесь поэтому нелегко задать вопрос. По конституции намного проще, потому что это сейчас очень много обсуждается, много об этом говорится, но тоже, мне кажется, на высшем, на самом деле. Что касается второго вопроса по поводу соотечественников за рубежом, на самом деле, что-то мы задавали по этому поводу. И в том числе, например, должна ли Россия защищать интересы соотечественников за рубежом, где бы они ни находились. И вот по этому вопросу 90, по-моему, процентов говорят утвердительно, что да, Россия должна это делать. Но опять же, насколько это влияет на политику власти, мне кажется, это скорее такая... Власть решает, когда ей выгодно этот вопрос поднимать, она может этот вопрос поднимать и будет иметь поддержку большинства населения. Но это не тот вопрос, который вот стоит в полный рост. Гораздо важнее сегодня, сегодня важнее, чем, допустим, 2-3 года назад внутренний вопрос. Вопросы соцобеспечения, это и сегодня людей волнует гораздо больше, чем внешняя политика. Вот когда недавно вас спросили о том, что россияне думают о странах Балтии, может быть, продолжая мысль нашего видеослушателя, вы ответили, что не так много исследований на этот счет есть. Но вы точно знаете, что Литва, Латвия и Эстония всегда занимают верхние строчки в списке недружественных стран по отношению к России. Как вы думаете, чем в большей степени это может быть продиктовано? Ну, здесь несколько объяснений. Самый простой, который часто можно слышать, но мне кажется, неисчерпывающий объяснение, это то, что в телевизоре, какая информационная повестка. Она частично определяется просто, ну, как бы, Кремлён, где нужно, как бы, показать, что есть недружественные отношения. Частично это определяется политикой самих стран, да, и по отношению к спорным историческим каким-то моментам, или даже не спорным, что касается, да, Пакта Риббент-Ропт-Молотова, то, что здесь не так много, кто будет говорить, что его вообще не было, да. Здесь всё-таки есть какое-то уже понимание, что это было. Хотя, опять же, последние пару лет от того же Путина мы слышим, что уже другие оценки самого этого шага, было ли это хорошо или плохо. Ну, три-четыре года назад сложно себе было представить апологетику этого факта в российских СМИ, сегодня уже такое общее место, что, мол, вот это нужно было выиграть время и так далее. То есть сегодня уже мы перее... Российские политики и российская власть переоценили отношения, да, свои отношения к тому, что тогда происходило. То есть вот этот спор, это всегда очень полезно воспринимается обычным человеком, который не вдаётся в подробности. Вот есть, то есть вот такое, да, что это поднимает российское телевидение, бередит раны, а тем более, тем более ещё вот начинает сейчас это всё оправдывать. Это одно. Второе, то, что, мне кажется, травма распад Советского Союза, она никуда ещё не ушла, хотя у молодых поколений, конечно, это не так сильно выражено, но она для значительного числа людей остаётся. И здесь отношение к странам и СНГ, и Балтии, что вот эти страны предали общее дело, что вот мы для них столько сделали, столько там построили, а они вот, мол, неблагодарные, такие куда-то там ушли, и не куда-то там, а ушли на Запад, в Европейский Союз, Европейский Союз, где там главное не только Германия и Франция, а даже США. То есть вот такой комплекс понимания происходящего, достаточно сумбурный, связанное ещё с такими вещами. То есть это не только пропаганда, не только СМИ, но ещё какие-то старые представления о том, как устроен мир, о том, как устроен был Советский Союз, представления о справедливости, те, которые были тогда. И, я бы сказал, ну, как бы отказ во многом субъектности вот странам Балтии, что они могут сами для себя решать, сами выбирать, что вот, условно говоря, в Советском Союзе они зависят от Москвы, а сейчас они в Европейском Союзе зависят от кого-то другого. То есть вот ещё вот это есть, и это сложно преодолеть для общественного мнения, это очень большая работа, должна быть здесь проведена, но она, мы видим, что скорее не ведётся в России всего. Что касается интернета, опросов в интернете, насколько это перспективная площадка, потому что Гемиус, например, литовский, они проводят опросы общественного мнения, именно основываясь на интернет-сообществе. Вот может ли интернет заменить всех остальных сегодня, или всё-таки это только как один из элементов? Ну, в каких-то странах мы видим, что уже существуют репрезентативные панели, интернет-панели. В России сейчас такие, сейчас те интернет-исследования, которые есть, они возможны для каких-то специальных выборов, потребителей какого-то продукта, или же там, я не знаю, пользователей, тех, кого есть машина от определённой марки, и кого надо набрать и опросить в связи с их потребительским опытом. Это уже есть, это работает, это себя оправдывает. Если мы говорим о социальных вопросах, политических темах, здесь пока что нету репрезентативных выборок в интернете, и всё, что... А те панели, которые есть, они, с одной стороны, отказываются ставить перед своими респондентами вопросы, связанные с какими-то политическими темами, раз. Второе, они просто нерепрезентативны, и вот для населения страны в целом гораздо лучше, да, просто по своей технологии, по квартирной, уличной или телефонной. Просто потому, что они позволяют обеспечить репрезентативность страны в целом, города в целом, регионов в целом. Пока вот в России вот такие опции. Ну, принято вообще считать, что социология – это исследование общественного мнения, и нередко социологию ассоциируют именно с опросами. Насколько это верно? Ну, это ограниченное, конечно, понимание социологии, и многие, наоборот, вам скажут, специалисты, что опросы общественного мнения ничего не имеют общего с социологией. Да, то есть, я бы какой-то срединной позиции здесь придерживался, социология, она в том, какие вопросы вы ставите, да, об обществе, о, ну, я не знаю, о его композиции, о тех мотивах, которые есть у людей, да, их поведении, их объяснении картины мира, те вопросы, которые мы ставим, вот они имеют прежде всего отношение к социологии, а уж какой инструмент мы используем, это уже, кстати, второй вопрос, мы просто специализируемся на социологическом исследовании общественного мнения, но опять же, мы используем не только опросы, мы используем и фокус-группы, и глубинное интервью, это все зависит от той цели, которая есть перед исследователем, перед заказчиком, перед нами самими. Есть ли красная линия в социологии, почему я задаю этот вопрос, потому что в Латвии ежегодно проводится опрос на тему, кого из политиков бы хотели бы расстрелять, и люди честно рассказывают о том, кого они хотели бы отправить на тот свет. Вот есть ли такие этические границы в социологии, как вы считаете, или этого быть не должно? Ну, мне кажется, во многом этические вопросы вот в нашей отрасли, они связаны даже не с теми вопросами, которые мы создаем, связаны с тем, гарантируем ли мы, например, анонимность своим респондентам. Вот можем ли мы гарантировать эту анонимность, что не будут храниться данные об участниках опроса, что эти данные не будут никуда переданы. Во многом этические вопросы связаны с безопасностью респондентов и с информированием респондентов о том, для чего мы проводим это исследование, как будут использованы результаты. Вот, прежде всего, с этим связаны вопросы этики, ну и, наверное, ну, можно, конечно, задавать и такие вопросы, но здесь уже мы, наверное, должны ориентироваться тем законодательством, да, и работать в рамках, в том числе, российского законодательства, то есть такие ограничения тоже, наверное, есть, но, опять же, важнее намного больше ответственность перед респондентом, мне кажется, в этом плане, но и, конечно, есть обязательство не навредить своими социальными своих исследований в обществе, да, то есть мы должны эти вопросы все-таки тоже иметь в виду, что про всякие убийства и так далее, но, мне кажется, не совсем то, что мы хотели бы спрашивать из области, что тут уже желтые, но, я не знаю, да, у нас сейчас временно почему-то пропала связь, но мы снова сейчас вас видим, слышите ли вы нас? Да, я слышу вас. Да, вот сейчас, кажется, она наладилась, вопрос, который, если я не задам, вам не простят мои коллеги-журналисты, спрашивают вас в том числе о том, как журналисту или представителю СМИ, находящемуся на месте большой акции протеста или митинга, определить, точно определить, ну или точно, понятно, что невозможно, наверное, но хотя бы плюс-минус приблизительно точно определить, сколько людей находится в этот момент, и как это делают социологи, есть ли какой-то способ? Здесь даже не социологи это делают, а вот в России, в Москве, прежде всего, это делают активисты белого счетчика, которые стоят перед рамками, у них есть там свои методы, ну, я так понимаю, что они максимально пытаются посчитать всех, да, вот с этими счетчиками, вы знаете, как вы едете в поезде, например, или в самолете, летите по салону, проводят стюардессы или стюарты, вот так вот, как бы щелкают, да, считают количество мест занятых, вот, и я так понимаю, у них в том числе с этим, как бы технологии, связанные с этим, ну, наверное, может быть, они что-то там аппроксимируют, но, то есть, это не столько социологи, сколько, ну, вот активисты, или там, в общем, это не совсем логическая задача посчитать количество участников, это вот активисты и милиция обычно делают, и организаторы, и то есть, вот, независимых счетчиков, белого счетчика, или кто вот, проводит независимо от организаторов и независимо от милиции, у них очень часто средний такой показатель, получается, средний между тем, что организаторы заявили, что милиция посчитала, потому что организаторы завышают, а милиция в России, по крайней мере, занижает частное количество участников акции. Что касается телевизионных рейтингов и подсчета рейтингов, особенно это интересно в отношении радиостанции, потому что у нас постоянно возникают вопросы к службам, которые их считают. Вот социологи занимаются этими подсчетами, или в целом это тоже не ваша задача? Ну, занимаются, но, насколько я понимаю, я, правда, к этому совсем вот далек от этой части, у нас в России тоже, насколько я понимаю, сейчас в основном государственные службы этим занимаются, поскольку раньше это была коммерческая служба, потом ее поглотил. В ЦУОМ это теперь под государством тоже находится. Ну, я не думаю, что это связано с желанием контролировать именно СМИ, мне кажется, это больше желание с контролем значительной части рынка, просто, да, лакового кусочка на рынке. Ну, опять же, я тут, мне сложно что-то говорить, и мы вот лично не проводим, потому что это связано, мы можем замерять иногда, да, кто смотрит те или иные каналы, тоже мы это делаем, но очень редко. Основной метод вот для телевидения, прежде всего, это, как я понимаю, те people-метры, так называемые, да, те датчики, которые устанавливаются на телевидении, на телевизорах у тех, кто, собственно, смотрит, есть много критики в адрес этой методологии, но я хочу подчеркнуть, что любая методология, она имеет свои ограничения, она всегда несовершенна, и это вот одна из тех методологий, которые есть, которая общепризнана, и вот она позволяет приблизительно замерять, что люди смотрят, какие программы они смотрят, и на этом уже там, те, кто заказывает рекламу, они строят свои какие-то расчеты, строят свое представление о том, куда, в какое время рекламу надо давать, и, соответственно, где реклама будет стоить дороже, в какой части эфира. Вот. Но мы, если измеряем, измеряем немножечко другое, мы просто, опять же, теми же опросами общественного мнения можем померить, какие каналы люди смотрят, что там интересного для людей есть, да, но это уже другая методология. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Зам. директора Левада-центра Денис Волков был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам.